В эфире итоговая информационная программа «Неделя». Сегодня выпуски. Начался первый этап в этом году по благоустройству города Зверево. Какие работы предусмотрены? Шесть молодых зверевских семей получили сертификаты на приобретение жилья. В библиотеке открылась выставка местного художника Владимира Гаршина. А сейчас об этом и многом другом более подробно. Первый рабочий день начавшейся недели 18 марта собрал конференц-зале городской администрации всех заместителей главы администрации города Зверево, руководителей муниципальных учреждений, энергоснабжающих предприятий, силовых служб на совещание по проведению на территории нашего города командно-штабных учений на тему действия должностных лиц органов управления, сил городского звена областной подсистемы РСЧС, города Зверево по организации защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и переводу гражданской обороны в высшие степени готовности. Учения такого масштаба в нашем городе пройдут впервые с 19 по 21 марта. Оценивать слаженность работы, взаимодействие всех служб в сложившихся ситуациях будет областная комиссия в составе представителей управления по делам ГО и ЧАЭС Ростовской области, Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. Как будут проходить командно-штабные учения, на что следует обратить внимание, об этом проинформировал собравшийся начальник управления ГО и ЧАЭС города Зверево Владимир Реброштан. Навести у себя порядок – основной призыв, прозвучавший на заседании штаба по благоустройству. Это первое заседание в этом году, которое было проведено 13 марта в администрации города Зверево. О фронте предстоящих работ в этот день проинформировали вначале бюджетной организации, а потом предпринимателей города. Сегодня мы призываем, уже начиная с пятницы, мы не будем ждать апреля. Мне нужно до Пасхи привести город в порядок. У нас Пасха, правда, какова? 28-го у нас получается, да, 28-го числа. Здесь мы должны все свои территории привести в порядок. Поэтому, на что я прошу обратить внимание. Если погода плохая, она еще будет тоже колебаться. Никто не заставляет. Мы даем вот этот промежуток времени. Мы ориентируем еще на одну дату. Это 9-е число, 9-е апреля. Будет здесь проводиться Совет муниципальных образований. И больше всего я буду просить всех, кто находится на гостевых маршрутах. Все, что касается гостевых гостиниц, рынков, вот Эль-Никульшин, ваш забор, горгаз там и так далее, и так далее, где будут красивые маршруты. Я не говорю всю территорию, но начните с посадов своих зданий, с ограждений, приведите в порядок, помойте их. Если есть там посады, то окна меня интересуют, вывезьте все рекламные. Кстати, провести субботник каждая организация может в любой день на свое усмотрение. А вывоз мусора после субботника будет осуществлять муниципальное предприятие. Михаил Солоницын обратился с просьбой к присутствующим. Собранные в мешке листья мелкие ветки не оставлять без присмотра, а сразу сообщить о необходимости их вывоза. Кроме того, организации и предприятия будут обеспечены побелкой. Глава подчеркнул, что речь идет о благоустройстве прилегающих территорий. Уборка общественных пространств будет осуществляться подрядными организациями, с привлечением волонтеров, для которых планируются столы с угощением и горячим чаем. В продолжении темы благоустройства Михаил Владимирович рассказал о работах по освещению города. Уже, наверное, на следующей неделе начнут уже приступить к замене на светодиодные лампы. Светодиодные лампы, они будут не просто светодиодные, они с самого последней модели, с управлением. Идея какая? Мы меняем все лампы 150-ваттные, меняем на 75 ватт. Освещенность даже будет чуть лучше. И у нас будет уже диспетчерская. Диспетчерскую мы сделаем, единая диспетчерская служба, которую сейчас выстроили. И мы будем следить за каждым светильником уже на расстоянии. То есть можно и через девайс любой, через гаджет. Там будет свое программное обеспечение, мы будем видеть освещенность уже всей территории. Таким образом, мы со 150 ватт уменьшаем на 75 ватт, два раза уменьшаем нагрузку на трансформаторные подстанции. И мы за счет этой нагрузки можем увеличить еще протяженность, добавлять фонарком, ее так называют, энергетики, дополнять и довешивать светильники. Вследствие этих работ освободится около 800 светильников, которые по необходимости будут отремонтированы и переданы, прежде всего, в детские сады, больницу и другие городские учреждения и организации. Также Солоницын ответил на вопросы, касающиеся ремонта дорог, вывоза твердых коммунальных отходов и попросил, в свою очередь, о взаимодействии. Это власть, общество, бизнес. Весна набирает обороты, а значит, наиболее актуальными становятся вопросы благоустройства. Для Зверева это продолжение капитального ремонта дорог, ремонт детского сада «Аленушка» и многие другие. Как продвигается решение этих вопросов на уровне Законодательного собрания Ростовской области? Сегодня мы об этом спросили заместителя председателя Законодательного собрания Ростовской области Сергея Александровича Михалева. Он провел прием граждан в городе Зверева. Во время принятия бюджета мы все-таки предусмотрели несколько участков дорог города Зверева для капитального ремонта. и не просто там ремонт, а капитальность с учетом бордюров, с учетом тротуаров и так далее, и так далее, все инфраструктуры дороги. И вы знаете, что проводится капитальный ремонт по улице Обухова от Советской до Макаренко, и он будет продолжаться, он должен быть закончен, потому что есть недоделки, которые не успели перед зимним периодом, и была, в общем-то, и критика жителей о том, что во время мороза и снегопада проводили ремонты, работаете. Вот все эти шероховатости надо убрать, надо закончить. И кроме того, во время принятия бюджета я выходил с инициативой, чтобы эту дорогу закончить полностью, в общем-то, и от по улице Советской, от Обухова до поворота на кладбище, и от магистрали Дон, городу Зверева, от информационного пункта, где стоит информационный знак населенного пункта, до поворота на кладбище. Таким образом, дорогу, так сказать, замкнуть полностью. Но нам удалось все-таки включить это в бюджет, но вот этот участок по Макаренко, до улицы Макаренко, это этот год, а эти вот два участка, 2020 и 2021 год. Причем в 2020 наибольшая сумма будет, и большая сумма для освоения. Но уже вот не успешно глянуться, половина 2019 года прожили, да, надо закончить это. Я попытался с 2020 года передвинуть на 2019, вот перед последней сессией законодательного собрания, собрания проводили в феврале по дополнительным средствам, полученным и от Федерации, и, значит, те остатки, которые были неиспользованы в прошлом году. Мы делали поправки в бюджет в части увеличения этого бюджета. Я пытался, значит, с министерством решить вопросы по передвижке этих денег, да, приблизить их с 2020 на 2019, к сожалению, мне пока не удалось. Но будем смотреть, как мы выполняем те работы, с каким качеством, какими темпами. Справляемся ли мы с освоением этих денег, делаем ли, еще раз повторяю, это качественно. Это будет аргумент на то, что мы закончили, у нас есть деньги впереди, давайте их передвинем на более ранний срок. То есть эту, ну, скажем так, мысль я не оставляю, да, и глава здесь, естественно, мы работаем, так сказать, ну, синхронно, потому что, в общем-то, решить можно, но организовывать и, так сказать, ремонтировать и процедуры различные, конкурсные и контроль, это за администрацией. Поэтому много будет зависеть от того, как мы будем продолжать работать, как мы будем строить, как мы будем ремонтировать, в какие сроки. Вот это, что касается дорог на ближайшее время. Ну, все привыкли к тому, что вы приезжаете в город Зверево, как, впрочем, и остальные, наверное, города и территории, не с пустыми руками, так скажем. Детские учреждения всегда ожидают от вас помощи. Ну, вот прошло какое-то время, опять же, в продолжении той темы благоустройства. Какие планы у вас есть на этот год по Зверево? Планов больше, чем денег. Хочется очень много решить, и хочется и то, и все, и освещением, и благоустройством, и, естественно, детские учреждения, и вот прекрасное здание библиотеки, просят они звукоусиливающую аппаратуру, и еще масса всяких других дел, которые хотелось бы сделать. Но я говорил уже неоднократно, что у меня, да, у любого руководителя, если что-то начал, надо заканчивать, я считаю. Если какой-то объект начал, то начали делать, то его надо закончить. И мы в прошлом году начали замену окон в детском саду «Аленушка». Мы были в конце осени, в начале зимы, чтобы посмотреть, как начался отопительный сезон, как они справились, так сказать, с этой работой. Ну, в общем, там, где поменяли окна, ну, просто великолепно, мы в группах были, и стало светлее, и, естественно, теплее. Поэтому очень хочется закончить эту работу. Второе направление – мы приобрели оборотный фонд светильников для наружного освещения. Их установили, и, опять же, смысл какой? Что старое надо снимать, ремонтировать, получится какой-то уже обменный фонд, докупать новое и продолжать эту программу. Вот это направление. Третье направление – вот в библиотеке у меня попросили звукоусилищую аппаратуру приобрести. Это третье направление. То есть, ну, будем смотреть. Возможно, появится еще что-то очень срочное и нужное, и крайне необходимое. Поэтому будем смотреть, еще раз говорю, и по количеству денег. И не хочется же обижать и другие муниципалитеты округа. У меня округ большой. Это и Красносулинский район с Красным Сулином, и город Гуково. И они все гораздо не в обиду зверовчанам, а больше по населению, да, и по количеству людей. И тем не менее, я не намерен отступать от тех планов, которые у меня есть по Зверево. Я очень уважаю жителей Зверево и всегда стремлюсь максимальную поддержку оказывать городу. На этом мы будем продолжать делать. На днях в администрации города Зверево состоялось вручение сертификатов на компенсацию за приобретение жилья молодым семьям. Программа обеспечения доступным и комфортным жильем населения города Зверево на 2014-2020 годы направлена на поддержку тех, кто больше всего нуждается в улучшении жилищных условий. В этот мартовский день людей с проблемами жилья станет меньше ровно на шесть молодых семей. Четыре года мы стояли на очереди. Очень знаменательный день для нас. Ждали очень долго. Сертификаты на частичную компенсацию улучшения жилищных условий получили семьи. Соколянские, Садковы, Ляховненко, Чернояровы, Одовенко и Малеевы. Вы все знаете поддержку государства семьям, молодым семьям. И мы активно участвуем в этой программе. Стараемся по максимуму задействовать наши семьи, которые в городе Зверево. Поэтому сегодня вот такое торжественное мероприятие, посвященное вручению сертификатов. Здесь у нас практически все с детьми. Компенсация где-то около 35% у нас получается. Да, но есть и без деток у нас. Есть 30%. Но все равно это такая помощь для того, чтобы улучшили свои жилищные условия. В воскресенье 17 марта свой профессиональный праздник отмечают работники торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Накануне для зверевчан, работающих в данной сфере, состоялось торжественное мероприятие. Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства города Зверево. Разрешите мне от имени главы администрации города Зверево Михаила Владимировича Соломинцына и от себя лично сердечно поздравить вас с профессиональным праздником. Жизнь нашего города трудно представить безстабильной, благосуточной работы на функциональных служб жилищно-коммунального хозяйства. Это сложная работа многих десятков людей. В коллективах и предприятиях выпуска. Этому способствует ваша упорная работа по модернизации материальной базы, по реформированию отрасль и повышению эффективности всех служб. День работника жилищно-коммунального хозяйства – это профессиональный праздник тех, кто заботится, чтобы в наших домах в 24 часа в сутки была вода, газ и тепло, и свет, чтобы радовать вас улице и дороги, двори и подъезды. Без дворников, уборщиков, свесорей, сантехников, лимотников и многих других работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг теперь невозможно представить нашу с вами жизнь. Сложно пересомнить значимость профессионализма и ответственность тех, кто трудится в этой сфере. Работа здесь требует специальных знаний, самоотдачи, умения работать с людьми и большого терпения. В этот день особенно хочется подчеркнуть значимость и мощность вашего труда. От всей души желаю вам основных успехов в трудной и очень ответственной работе, в обеспечении комфортной жизненности и совершенствовании отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Сбитова. Доброго здоровья, неиссякаемой энергии, безаварийной работы и хорошего веселья настроения. Счастья и благополучия вам и вашим местам. Первый заместитель главы администрации Сергей Орлов вручил благодарственные письма главы работникам управляющих компаний, городского коммунального хозяйства, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций, а также индивидуальным предпринимателям и тем, кто работает на предприятиях бытового обслуживания. Для всех присутствующих в зале был дан концерт. Кстати, юные артисты тоже не остались без подарков. Для каждого детского коллектива, а их было пять, администрация города были подготовлены огромные корзины с угощением. В городе Зверево очередной раз состоялся образовательный форум молодежной команды губернатора. На встречу с тренером из Ростова-на-Дону Александра Ферсовой пришли активисты школ города. Возможно, здесь сидят будущие чиновники, будущие управленцы, те, кто будет поднимать нашу экономику. Возможно, здесь будущие общественные и политические деятели. И я от всей души желаю, чтобы сегодняшний день был новой вехой в вашей жизни. Потому что только вам, молодым, дерзать. Дерзать на благо города, на благо области, на благо нашей любимой России. Удачного вам дня! Вперед, мои дорогие! Кто-то из учеников впервые побывал на подобном форуме, а кто-то уже пришел в четвертый раз. Этот проект уникален. Он был когда-то придуман в Ростовской области, и потом другие регионы очень пытаются его у нас переснять. Но вот пока что вот так вот еще ни в одном регионе нету. То есть пока что он очень уникален, и Ростовская область им знаменита. Поэтому вы участвуете в таком проекте. Что хотите вообще от сегодня? Туснуть! Уснуть? Туснуть? Фух! Я думаю, уснуть, думаю, неожиданный подход для молодежной команды губернатора. Разработать один из проектов и добиться его реализации. Ух ты! Так, спасибо большое, я тебя запомнила. Вот так шутки начал работу образовательный форум. Вначале разминка для мышц, а потом для ума. Различные деловые игры для инициативной молодежи. Кроме того, Фирсова рассказала о многих площадках, которые предлагает Комитет по молодежной политике Ростовской области. Например, диалог на равных. Когда приходят известные личности, да, чего-то добившиеся уже в жизни, и они разговаривают с молодежью. Они делятся абсолютно, ну, это очень откровенные беседы, да, они делятся всеми своими успехами, провалами на своем пути, где было тяжело, где было классно, и кто когда помогал, да, и как этого всего можно достигать, как приходили идеи. Вот, собственно, на этой площадке. Также на форуме речь шла о том, как разработать свой социальный проект, чтобы получить грант от 100 до 300 тысяч рублей, и о многом другом. Красота родной природы – муза художника Владимира Гаршина. Открытие чьей выставки картин состоялось 13 марта в городской библиотеке имени Шолохова. Кстати, в день юбилея мастера. Сегодня вы прославляете город, сегодня ваш талант видят все, не только область, но, наверное, и за областью. Сегодня вы популяризируете нашу территорию, раскрываете ее, такую, какую в нашей природе, она у нас тоже необыкновенная, самая высокая точка Ростовской области, у нас совсем другие погодные условия, даже вот проехав 50 километров, уже совсем другое. Сегодня на картинах, на ваших, мы видим частичку нашей родной земли, и каждая картина написана любого. Вы прославляете нашу территорию, поэтому мы приняли решение, что и любой, кстати, любое сообщество, тот, кто у нас занимается именно прославлением нашей территории, популяризацией нашей территории, города, своим талантом, своим искусством, своим спортивным каким-то достижением, культурными ценностями, мы готовы предоставлять, конечно, транспорт, все это сфинансировать и привозить вас на выставку, отвозить вас с выставки, никаких вот этих общественных транспортов не должно быть. Одна картина уже висит в правительстве Ростовской области, в ситуационном центре, где как раз вся стекается информация по всей Ростовской области, я имею в виду ГОЧС, там есть картина о галереи, когда я первый раз пришел, посмотрел, я говорю, а где город Зверево? Пану говорит, а Зверево вот нет, я говорю, будет картина, обязательно повесь на самое, вот показал на какое место, самое, вот чтобы было видно, так что ваша картина уже в этой галерее. На выставке было представлено 60 картин Зверевского живописца. Всего у Гаршина более 3000 работ. Владимир Алексеевич с детства помнит себя с карандашом и кистью. Его папа – профессиональный художник и стал первым и единственным учителем Владимира. И хотя Гаршин выбрал профессию горняка, его подземный стаж 29 лет, художником в душе и свободное время не перестал быть. Да и картины его посвящены красоте земной, а не подземной. На масляных холстах нашли отражение виды городов Зверево, Каменска, Красносулинского и Каменского районов. Посетителям на открывшейся выставке нравилось все. Не скрывали своего восторга юные художники, фотографируя картины Владимира Гаршина. А вот у самого мастера оказались любимчики среди работ. Самые любимые – это, конечно, вымученные работы, потому что есть картины, которых невероятное количество вариантов. Там в углу у меня висит картина сирени, это, наверное, 5-6 вариантов я его пытался. То-то не нравится, то-то не нравится. Ну, в итоге приходишь к какому-то. Бывает, получается, бывает, не получается. Вот так совпало, да, что и открытие выставки сегодня, и ваш день рождения. Чего хотите вы для себя, вот какого подарка или, может быть, пожелания какого-то? Творческих удач еще хочу дальше. Очень много планов, очень много задумок. Мы не сомневаемся, что Владимир Гаршин еще не раз подарит радость своим поклонникам, количество которых увеличивается с каждой его выставкой. Владимир Алексеевич организовал их уже семь, не считая этой. Гаршин награжден грамотами и благодарственными письмами. Талант художника безграничен. Он не только пишет картины, но и стихи. «Опять боюсь идти к Вальберту. Ищу себе смешные оправдания. То солнышко в окно не светит, то нет вдохновения и желания, то кисть не та, то краски выбираю, то почему-то вдруг дрожит рука, очки, которые раз от пыли протираю, и все хожу вокруг да около холста, то отойду, то встану рядом, то у холста присяду невзначай, критическим охватывая взглядом, налью себе горячий черный чай. Был, помню, удивлен словами, что в книге прочитал одной. Картины пишут не руками, по большей части пишут головой. Ну, наконец, давлю из тюбика белила, и кисти из щетины достаю. Наверное, муза все же посетила, и засверкало солнце по окну. И я ловлю это мгновение. Пишу, 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 а муза легким дуновением, моими кистью, вводит по холсту. Еще бы, ведь рядом с мастером главная его муза, его жена, которая является и первым зрителем, и первым критиком всех работ Гаршина. И как нам призналась Светлана Ивановна, как бы не тяжело быть женой творческого человека, она счастлива, что у нее такой супруг. Частичку счастья, посмотрев картины Владимира Гаршина, унесла с собой и наша съемочная группа. Светлана Ващенко, Владимир Ярославцев, телекомпания «Маяк». Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые книголюбы. Я рада новой встрече с вами. Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. И жизнь сделает свой выбор. Эти слова принадлежат замечательному русскому классику Федору Достоевскому. И наша центральная городская библиотека имени Михаила Александровича Шолохова поможет вам притворить в жизнь этот призыв и предлагает вашему вниманию обзор литературы. Литературы на любой вкус, на любой жанр. И начать свой сегодняшний обзор мне хотелось бы с книг Марины Серовой из серии «Русский бестселлер» «Русская мышеловка». В сюжете этой книги все происходит как в классическом английском детективе. Маленький отель, затерянных в Альпах, снегопад, обрывающий связи с цивилизацией и разношерстное общество, где каждый не тот, за кого себя выдает. Женя Охотникова приехала сюда на каникулы отдохнуть от криминальных российских будней и, конечно, сразу угодила в водоворот. Ее собственный нож в теле первой жертвы. По радио объявляют о поисках международного афериста. Интерпол интересуется русскими торговцами-оружиями, работающим под прикрытием. Чем же закончится этот остросюжетный роман, вы узнаете, прочитав книгу до конца. Не менее интересны и другие книги Марины Серовой, «Что соврал покойник», «Ненавижу себя за любовь» и другие. Хочется порадовать и поклонников творчества Елены Михалковой. Ее роман «Темная сторона души», который повествует о том, какие черные тайны скрывает тихая дачная жизнь. В безмятежной деревне произошла трагедия. Жестокая и деспотичная старуха убита одним из тех, над кем она издевалась. Дочь боялась ее, внуки презирали, соседи ненавидели. Но и кто из них решился на убийство? Поначалу дело кажется простым, но столкнувшись с ним ближе, частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин понимают, что их ждет одно из самых сложных расследований. И вторая книга Елены Михалковой «Бумажный занавес. Стеклянная корона». Асе Кутенцовой можно только позавидовать. Выиграла не просто ужин с кумиром своей страны, а еще и с кругу звезд первой величины. Кто же знал, что вечеринка, начинавшаяся так хорошо, закончится убийством, а блистающий мир шоу-бизнеса, стоит взглянуть на него попристальней, покажутся ей свои самые неприглядные стороны. Да еще и скандал внезапно оказывается замешан частный детектив Сергей Бабкин. Вдвоем с Макарой Илюшиным им придется погрузиться в расследование, чтобы осколки стеклянной короны, соскользнувшей с головы поп-идола, не поранили тех, кто ни в чем не виноват. Пользуется спросом у наших читателей и книги Виттории Платовой. И я предлагаю вашему вниманию ее два новых романа «Ивы Божьих коровок» и «Два билета в никуда». Виктория Платова – это писатель с уникальным вкладом на жанр детективного романа. Книга «Битва Божьих коровок». Она никогда не была в большом городе, но именно большой город все перевернул в ее жизни. Приехав навестить родного брата, Настя застает его в морге. Ее Кирюша, которую она воспитала, заменив умершую мать, покончил жизнь самоубийствов. Ничего нелепое быть не может. На стенах в его маленькой квартире живут полчища Божьих коровок. Все говорит о повреждении рассудка, и факт самоубийства не вызывает сомнений. Но Настя просто не может поверить в это. Она решает примерить на себе его жизнь и разобраться в истинных причинах смерти Кирилла. Второй роман «Два билета в никогда». Богатый загородный дом – лучшее место, чтобы переждать метели непогоду. Так думает следователь Борис Вересень, волей судеб оказавшийся в родовом гнезде семейства Новиковых. Но за внешним благополучием скрывается множество тайн, а непримиримые противоречия между членами семьи приводят к кровавой развязке. Разгадать эту загадку и предстоит Вересею и его верному коту Мандарину. Ну вот, на сегодня, кажется, и все. Приходите в библиотеку, читайте книги, выбирайте книги на свой вкус, получайте удовольствие от прочитанного и будьте счастливы. А я с вами прощаюсь. До встречи на страницах книжного маяка. Время влияет на дни события, Давид диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия Сильной и свободной, богатой России. Время менять, обещания структивые, Но это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честолюбивые, Завтра Россия зависит от нас. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, на годы, на столетия? Кто, если не мы, единая команда? Кто, если не мы, науки, пропаганда? Кто, если не мы, заставим биться сильных? Кто, если не мы, свободная Россия? Дерзко, уверенно, смело, логично Общие идеи и цели верны Легко нам не будет, и это отлично Успех наш зовется успехом страны Кто, если не мы? Сила поколения Кто, если не мы? Научное мышление Кто, если не мы? Прорыв десятилетия Кто, если не мы? На годы, на столетия Кто, если не мы? Единая команда Кто, если не мы? Науки, пропаганда Кто, если не мы? Заставит биться сильных Кто, если не мы? Свободная Россия! Огромная Россия! Беленькая Россия! Свободная Россия! Единая Россия!